Последние новости из Туркменистана. Читайте нас в Телеграме и не забудьте подписаться. У жителей Ашхабада широкий доступ к зарубежным телеканалам. Для абонентов Ашхабадской городской телефонной сети есть два сервиса на выбор – кабельное либо спутниковое телевидение с большим количеством каналов. Из-за пропагандистского характера туркменского телевидения и малой его информативности, граждане предпочитают смотреть программы российского телевидения, впитывая в себя его пропаганду. Англоязычных вещателей – тоже весьма широкий выбор, но население их не смотрит из-за незнания языка. Еще недавно власти Туркменистана боролись с беспорядочно установленными спутниковыми антеннами. Жителей заставляли снимать с крыш тарелки, ссылаясь на то, что те портят внешний вид фасадов. Но теперь чиновники нашли иной способ решать за людей, что им смотреть, а что нет. Ашхабадская городская телефонная сеть предоставляет услуги кабельного телевидения «Толкун-ТВ» и спутникового «Алем-ТВ». К последнему могут подключиться также те, кто не является клиентами АГТС, но для этого им нужна своя тарелка, а также тюнер и продающаяся на почте специальная карта. В пакете «Алем-ТВ» имеется услуга «Билет-филм», которая предоставляет доступ к большому количеству фильмов голливудских, российских, болливудских, турецких, туркменских, казахских, узбекских. Одно время в Туркменистане становился популярным так называемый кардшаринг-способ просмотра закрытых спутниковых каналов без наличия абонентской карты доступа. Способ нелегальный, однако открывающий за небольшие деньги доступ не только к туркменским, но и иностранным операторам спутникового телевидения. Летом прошлого года эту возможность заблокировали. Даже при беглом взгляде на пакеты каналов кабельного и спутникового телевидения складывается впечатление, что Туркменистан – не такое уж закрытое государство. И на кабеле, и на спутнике зрители ждут увесистые пакеты каналов, в том числе иностранного вещания «Евроньюз», «Би-Би-Си», «Блумберг», «Франц-24», «Аль-Джазира». Предоставляется доступ ко многим турецким телеканалам и к такой экзотике, как спортивный канал «Персиано Спортс», французский детский канал «Фиджи» или немецкий о мужском образе жизни «Де Макс». Встречаются в списках и узбекские, таджикские, армянские каналы. Азербайджанские тоже есть, но их значительно поубавилось. Естественно, западные каналы вещают на английском языке, а прочие иностранные – на разных наречиях, от китайского до арабского. Источник Туркмен Ньюс свидетельствует, цитата, среднестатистический гражданин Туркменистана даже не подумает включить «Франц-24» или «Би-Би-Си», хотя тот, у кого есть кабельная и тарелка, может настроиться на любой канал. Названные западные вещатели в основном ориентированы на иностранцев, которые оказались в нашей стране в силу обстоятельств или в короткой командировке, конец цитаты. Однако подавляющую часть доступных пакетов составляют российские телеканалы. Граждане получают новости о политике, экономике, культуре или спорте именно из них. Взрослое население страны все еще хорошо понимает русский язык. Цитата. «Люди всецело верят российской пропаганде, которая ничуть не уступает по силе своей туркменской», считает источник. «Они смотрят политические ток-шоу и пребывают в полной уверенности, что, например, Запад плохой и хочет разрушить Россию, или что эта Украина напала на Россию, а не наоборот. В этой связи создается впечатление, что в нашей стране даже больше фанатов Путина, чем в самой России», конец цитаты. При этом украинский канал, в сетке, имеется только один музыкально-развлекательный «Стар ТВ». Пропаганда искажает реальную картину, и это, по мнению источника, негативно сказывается на восприятии туркменскими гражданами того, что происходит сейчас в соседних странах. Многие люди, особенно в столице, пытаясь все же иметь альтернативное представление о событиях в странах бывшего Союза, ищут информацию не в пропагандистских программах кабельного или спутникового телевидения, а в интернете. Ищут, находят и делятся друг с другом этими новостями. Один из источников Туркмен, Ньюс, высказал такое мнение – жители страны смотрят российские каналы от безысходности. В противном случае им придется довольствоваться бесконечными репортажами о том, как Гурбангул и Берды Мухаммедов инспектирует город Аркадак и катается на коне, который, цитата, ускоряет бег, гордясь нынешней счастливой эпохой. Английский язык в Туркменистане совсем не в ходу, а на русском многое понятно. Хотя вообще-то русский язык давно сдает свои позиции, школьного обучения на этом языке очень мало, современная молодежь уже практически им не владеет. Источники утверждают, что даже вернувшиеся из России Украины или Беларуси выпускники вузов слабо владеют русским. Тем не менее, в том числе и российские каналы толкают граждан переезжать в Россию или хотя бы отправлять своих детей туда учиться. Но вернемся к списку телеканалов. Турецкие по популярности не отстают от российских, а, например, в Лебабском Вилаяте даже превосходят их. Причина не только в близости культур двух народов, но и в том, что до недавнего времени Турция оставалась единственным безвизовым государством, куда прямыми авиарейсами можно было легко улететь трудовым мигрантам. За это время многие туркменистанцы успели выучить турецкий настолько, что понимают перипетии местных сериалов. Кроме прочего, подписчикам Толкун ТВ и Алем ТВ доступен ряд национальных телеканалов. Таким образом, нацменьшинства могут получать информацию на родном языке. Но не стоит при этом переоценивать количество граждан, способных полноценно воспринимать новости на языках постсоветских стран. Дети нацменьшинств не имеют возможности получать знания на родном языке, ведь национальных школ в Туркменистане давно нет. В стране остро не хватает туркменоязычных источников информации, альтернативы той, что предлагают власти. Интернет практически полностью заблокирован. Большинство существующих в мире IP внесены в черные списки, а скорость загрузки, даже разрешенных сайтов, крайне мала. В селах распространены радиоприемники, через них граждане слушают радио «Азатлык», вещающее на туркменском языке о туркменских и зарубежных событиях. Но все же в стране есть продвинутые пользователи, которые выходят в свободный интернет через VPN и получают нужную им информацию. Острые новости, особенно касающиеся событий внутри Туркменистана или о туркменских гражданах за рубежом, быстро распространяются в массах. Услышав информацию по радио или прочитав ее на альтернативных сайтах в интернете, люди пересказывают новости друг другу. Интерес к такого рода рассказам велик. Однако количество людей, имеющих свободный доступ к альтернативной информации, крайне мало, поэтому телевидение остается чуть ли не единственным ее источником. С полным списком доступных жителям Ашхабада телевизионных каналов можно ознакомиться на сайте Туркмениус. Хотите сообщить что-то важное? Пишите нам в секретном чате Телеграма. Мы никогда не раскрываем свои источники и гарантируем вам полную анонимность.